Приветствую вас! Смотрите, какая получается история? Во-первых, никто обвинять вас и говорить, что вы виноваты сами, не будет. Именно виноваты нет. Что ответственность ваша, это так и есть, но вы об этом знаете сами. Для меня это загадкой немного, что я отвечал на ваши вопросы, вроде бы вы делали мои ответы лучшими, но так почему-то и не обратились ко мне, ну и видимо к другим коллегам тоже. Кроме того, что вот психоанализм говорить вам не подходит. А-а-а, вот. То есть это первый момент, первый момент, да? А-а-а, второй момент. Слова действительно не помогут. Слова не помогут. Слова это просто слова. А-а-а-а, поможет методика. Я не думаю, не уверен, что вам нужно описывать всё это. Я не думаю, что вам нужно рассказывать, какие есть методы, методы и так далее. Вот, потому что вы не специалист, да? Вот. А-а-а, я не думаю, что это правильно будет. Но, но я точно-точно знаю, что такие методы есть. То есть вы сейчас, по сути, играете в психологическую игру «Психиатрия» и «А ну-ка меня поменяй». То есть вы приходите к психологам и говорите «Поменяй-ка меня». Ну, как бы, как бы, не специально вы так говорите, но не подумайте не специально. Вы это делаете, скорее, неосознанно. То есть поменяться вы хотите, но ждёте, что есть какое-то волшебное средство. Вот это, как сказал вам мой коллега Кудрячёв Игорь Леонидович. Тот же психоанализ, например, я не берусь судить о том, насколько он вам подходит или нет, но тот же психоанализ, он длительный. И результат наступает хорошо, если через год работать. Сколько вы работали с психоаналитиком, я, если честно, не знал. Это первый, это второй момент. Далее. Далее. Я бы сказал, что любовь к себе, которой у вас нет, это принятие. Принятие себя. Полное и безговорочно. Такой, какая вы есть. Опять же, как сказал мой коллега, Кудрячёв Игорь Леонидович, ну, опередил меня. Впрочем, не он один меня опередил. Только признав себя такой, какая вы есть, только признав, что с вами всё в порядке, и с другими тоже всё в порядке, просто они несчастны, вы сможете транслировать любовь и всё остальное. До тех пор, пока вы не принимаете себя до конца и полностью, ситуация не работала. И всё, вот это вот, равно как то, что вы хотели завести друзей, нравилось подразумевать красивым людям, хотелось быть похожим на них, которые мне всем восхищаются, всё это уже проблемы с восприятием себя. То есть, проблемы начались не в школе. В школе они себя проявили. Проблемы начались раньше. Когда вы говорите, что я пошла в школу, по сути, я к ней не была готова, потому что не подключала детский сад. Но с чего вы решили, что детский сад, это то, что даёт людям подготовленность к школе. Спешивать и горчить, детский сад к школе не приготавливают. Да, детский сад социализирует человека, делает его более унифицированным, более удобным, но к школе не приготавливают. Ваша стеснительность взялась не на пустом месте, а из отношений к родителям. и отношения родителей к вам. Вот. Но не принимали вас родители, видимо, такой, какая вы есть. Запрещали, видимо, вам проявлять свои чувства. Вот именно проявлению своих чувств, принятию их, позволять себе хотеть чего-то, но не деструктивными способами. Это и есть правильно, это и есть нормально, это и есть то, что необходимо сделать. А то, что вы пишете дальше, это, по сути дела, игра. Эта игра, как всё ужасно. Вы играете в эту игру. Пишите, что избивали вас и дистанцировались от вас. Да, вы в этом не виноваты, но вам не хочется дразнить и принижать людей, когда вы их видите потому, что компенсация своего неблагополучия у вас проявляется в другом, исходя из того, что вы посмотрели в своём детстве, например. А если мальчик в своей семье видит, что его отец, когда ему что-то не нравится, сразу начинает бить маму, например. Он как раз и начинает бить всех вокруг. Если его отец, например, бьёт маму или других людей и считает, что это хорошо, считает, что это нормально, а люди позволяют это делать, то и мальчик будет делать то же самое. Поэтому ваша стеснительность – это следствие взаимоотношений с родителями. Сейчас вам нужно корректировать свою систему ценностей и раскрывать те свои неотреагированные чувства и эмоции, которые у вас имеются. Это то, что я могу вам сказать. Родителям вы не жаловались особо, потому что между вами не было доверия, а людям вы не доверяете, потому что вы не доверяете себе. Но нельзя доверять людям, если человек себя не принимает. Нельзя доверять людям. Нельзя доверять людям, если человек не доверяет себе. Как мне измениться, пишите вы, постепенно. Так, значит, все это вы пишите, так, ну здесь не принятие себя, вот, если вы боитесь погрязнуть позже, то, соответственно, нужно с этим работать, чтобы не погрязать, да, и становиться лучше. Вот, вы говорите, стараются портить жизнь тем, кто мне неприятен, кто ко мне не располуден и искренне. Почему стараются портить? Потому что есть эмоции, есть собственные желания, есть собственные чувства, но вы реализуете их деструктивно, вероятно, так, как было принято вашей семье. Это ничего плохого, в том, что относиться к жизни двусмысленно нет. Двусмысленно – это еще мало всего, всего два смысла. Вот. Дальше. Так, ну, колебания ваши, значит, колебания ваши, значит, с профигизмом и оптимизмом – это низкий эмоциональный интеллект. То, что с вами, так, вы пишете, потому что я не знаю, кто я – это проблема, еще раз повторю, оценки системы ценностей и ваших способностей, то есть, ну, вашего потенциала. Поэтому вы не знаете, кто вы. Вы та же жертва, потому что теперь есть жертва, вы превратились в преследователя, ну, можете почитать об этом, про треугольные судьбы в интернете это есть, так, что вы та же жертва. Так, значит, все те семь-восемь лет в моей школе было ошибкой. Нет, не было ошибки, вопрос в том, какой вывод вы сделали из этого, и вопрос в том, как этот опыт влияет на вас. Влияние можно исключить. Вот. Не меняйте мне минуту, видите, вы уже с психологами как бы своего родителя включаете, да, то есть указываете, что вам, что вам вменяет, что вам не вменяет, да, то есть начинает такая вот защитная реакция происходить. Вот. Защищать. Это такой бунт, по сути. То есть это бунт в купе с критикующим родителем. Так, значит, методы разговора, гистальт, гипноз. Не скажу, что много сеансов у меня было, но суть я поняла. Балтология, красивые слова, советую в духе забыть, не парить. Ну, я не знаю, что это были у вас за сеансы. Вот. Во-первых, что такое разговор, что такое гипноз, потому что гипноз, насколько я знаю, должен применяться очень деликатно и так далее. А что касается гистальта, то гистальт это долгосрочная терапия. Вот. Дальше. Ну, вот вы и сами себе здесь противоречите, да? То есть вы говорите, что с одной стороны у меня много сеансов. У меня, не могу сказать, что у меня было много сеансов, но я суть поняла. Как вы можете понять суть, если много сеансов не было, да? Это первое. Второе. Балтология, красивые слова, советы в духе забыть и не париться, это обесценивание. Если есть обесценивание, значит, есть где-то идеализация. Вы что-то идеализируете, что-то обесцениваете. Это защитная реакция, опять же. Вот. Я не знаю, какие методы мне подойдут. Да, любой метод подойдет, если вы действительно хотите меняться, да? Если вы действительно хотите работать над собой. не играть в игру психиатрия и а ну-ка поменяй меня, да? И как все ужасно. А если мне хочется работать, то любой метод подойдет. На самом деле, у нас любой метод что-то вам может дать. А когда вы говорите, что не знаю, какие места мне подойдут, вы по сути начинаете играть в еще одну игру, которая называется «Почему бы вам не дано». У вас диагностировано тревожное расстройство личности, временами сопровождающиеся паническими атаками. Ну а лечение, психоаналит мне абсолютно не подходит. Можно даже почитать это в статьях. Понимаете, вот тут какой-то спор идет, какая-то конфронтация с психологами что ли, не знаю. Какими словами еще смогут изменить меня психологи? Вот видите? Видите? Изменить меня. Не психологи меняют, а вы меняете с помощью психолога. Принципиальная разница. Вот. Дальше. Сказать мне просто я очень взрослый. Человек сама отвечает за свое неоригинальное. Опять же, как будто какой-то спор или претензия у вас здесь звучит. Стараюсь соответствовать критериям своей взрослой. Да нельзя стараться соответствовать критериям своей взрослой. Вы, Фима, вы не знаете вообще, что такое взрослый? Что это такое? Что это из себя представляет взрослость? Задумайтесь об этом. Прежде чем говорить. Так. Внутреннее недоверие. Скрывать подпаску все нормально, тяжело. Можно ли это и можно ли его изменить? Можно. Просто ли это? Нет. Не просто. Изменить можно. А забить или жить дальше? Нет. Ну это понятно. Это не вариант. Это не вариант. Это не вариант. Это не вариант. Непонятно, почему вы вообще считаете, что вы должны кого-то любить. Это непонятно. Ну видите, вы людей. Даже хороших людей. Которые, ну, не ваши одноклассники, да, а другие люди. Не бездействующие, да, ни обидчиков, ни там кого-то еще, а других людей. Просто других людей. Чего вы решили, что вы вообще должны кого-то любить? Не понятно. Это проблема личной границы. Либо я никому не доверяю, либо я люблю и безговорочно доверяю. И то, и то, это крайность. Дальше. Так, ну вот да, здесь вас кидают, кидают в стороны в сторону. То есть вы не доверяете, не доверяете, не доверяете, не выстраиваете честные отношения. Так, я знаю, что я мезантроп. И что? Я стараюсь самоутверждиться. Правда, я ищусь, вот я страшно запаздываю. Понимаете, самоутверждаться не нужно. Самоутверждаться не нужно. Никто в этом смысле никогда-никогда самоутвержден не будет. Надо просто делать. Надо просто действовать, и все. Видите, то есть у вас стратегия, она в корне неверная. А я не знаю, бывает ли так, что бывшие жертвы вдруг становились радикально своей противоположностью. Да, бывает. Бывает. Только вы не бывшие жертвы. Я, может, и понимаю, что относились бы я к людям с большей эмпатией и любовью, все бы все мои проблемы решились. Нет? Нет. Не решились бы. В вашем состоянии относились бы вы к людям с большей эмпатией и любовью, вам было бы еще хуже. Возможно, вас бы уже не было в живых. Ирония в том, что вам не нет любви к людям и не должно быть, потому что у вас нет любви к себе. Я надеюсь, смогла донести свои ощущения, вы поймете, что ей просто нет, ну нет. Да, я понимаю. Вполне понимаю, да. Пустота. Пустота – это подавление своих и своих, опять же, чувств, своих желаний. Как транслировать любовь, если ее в себе нет? Зачем транслировать любовь? Вы скрывать в себе любовь подарите, а потом идите на других людей транслировать. Будете скрывать в себе, разберитесь, потом идите с другими людьми будете разбираться. Разбираться. Понимаете? Так, значит, которая сводится к одной проблеме, сформулировать которую коротко я сама не могу. Надеюсь, кто-нибудь сможет понять мою мысль. Ну, мысль, я надеюсь, вы тоже мою мысль понять сможете, написали. Вы действительно много, много, вот, я вам ответил. Оценка вашему случаю, да, оценка вашему случаю, ну, мне кажется, мной дана. Рекомендация, какая рекомендация? Значит, личные границы ваши психологические, физические, системы ценностей, значит, отход от игр, изучение треугольника Карпмана, отход от игр психологических, ну, то есть, отказ от игр. Ну, вот. Полное принятие себя. И, раскрыть о своих желаниях, то есть, вот вы говорите, что тревожное расстройство личности, типа чувствительность, не идёт на руку. Так, а, извините, у вас чувствительности сейчас меньше, вы не любите себя по этой причине, что чувствительности у вас нет, и панические атаки, возможно, из-за этого происходят. Вам решать. Вам решать, будете вы играть дальше в игры, или будете работать с психологом, не знаю. Вот, присмотрите, как вам хочется. Вот, но еще раз повторю, психологи менять вас не будут, меняйте свой, с помощью психолога, не наоборот, никак. На этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.